Полиция Швеции расследует шокирующее преступление в центре для приема беженцев, где была убита сотрудница социальной службы. В стране, куда за последний год прибыли десятки тысяч из Африки и из Ближнего Востока, становится все неспокойнее, как впрочем и по всей Европе. И пока Брюссель в спешном порядке готовит первую силовую структуру быстрого реагирования, Европейское пограничное агентство для охраны внешних рубежей ЕС, власти на местах принимают собственные законы по противодействию нелегальной миграции. Роман Кудрин продолжит. Инцидент, сообщение о котором начинались все выпуски новостей в Швеции, произошел в центре для приема несовершеннолетних беженцев в городе Мёльндаль. Подозреваемый в убийстве задержан. Его мотивы пока неизвестны. Нам предстоит еще допросить мигрантов и персонал, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, между 15-летним подростком и 22-летней сотрудницей центра произошла ссора, в ходе которой девушка получила несколько ножевых ранений и скончалась по дороге в больницу. В этот же день стало известно и о других инцидентах, в которых оказались замешаны несовершеннолетние выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. На этот раз в Стокгольме. В управлении полиции сообщили, что у них накопилось уже немало заявлений от девушек, ставших жертвами сексуальных домогательств со стороны мигрантов во время посещения одного из столичных бассейнов. Дело дошло до того, что стражам порядка теперь придется постоянно дежурить в спорткомплексе. Швеция, так же как и еще семь стран-членов Шенгенской зоны, ввела на своих границах временный пограничный контроль. Однако, как признаются чиновники, эта мера вряд ли кардинально изменит ситуацию. В прошлом году в страну прибыло более 160 тысяч беженцев, из которых более 35 тысяч подростки без сопровождения родителей, в основном из Афганистана. Тем временем в Германии набирает обороты скандал, связанный с угрозами правительства Баварии подать в суд на официальный Берлин. В связи с неспособностью канцлера Ангела Меркель справиться с проблемой мигрантов. Это не мы виноваты в сложившейся ситуации. Ответственность лежит на Берлине. Люди очень встревожены тем, что происходит, и мы просто обязаны предпринять все, что в наших силах, чтобы повлиять на федеральные власти. Уже сегодня правительство Баварии собирается принять закон по противодействию нелегальной миграции. И, как заявил баварский премьер, если канцлер не отреагирует должным образом, он обратится в Федеральный Конституционный суд. А пока политики в Брюсселе безуспешно ищут способ разрешения охватившего Европу кризиса, власти на местах пытаются действовать самостоятельно. Так, в Кардифе, столице входящего в состав Великобритании Уэльса, мигрантов обязали носить яркие цветные браслеты. Они предназначались для тех из них, кто не мог обзавестись работой. Браслеты позволяли их вынужденным владельцам получать трехразовое питание. Мне это совершенно не нравится. Но я вынужден носить браслет, иначе я не получу еду. Я прячу его, когда хожу по улице. Правда, по некоторым сообщениям, подобную практику уже отменили. После вмешательства правозащитников, сравнивших ее с действиями нацистов, заставлявших евреев носить на одежде желтые звезды во времена Холокоста. Роман Кудрин, Максим Кулифеев, Первый канал.